Вероника Родионова увлекается бальными танцами с самого раннего детства. Сейчас ей 15, и она уже является призером и победителем соревнований разного уровня. Девочка учится в школе в основном на 4 и 5. Как обычный подросток, общается, мечтает, занимается спортом, а еще часто посещает врачей. Глядя на улыбчивую девочку, и подумать не можешь, что уже много лет она терпит боль и борется с тяжелым недугом. В два года моя дочь Вероничка переболела инфекционным мононуклеозом. Впоследствии инфекция села на суставы, что дало толчок к тому, что у нее развился ревматизм. 10 лет мы лечили ревматизм, Вероника стойко переносила боли, бессонные ночи, обездвиживание ножек. Мы надеялись, что это все пройдет с возрастом, но в 2018 году нам диагностировали новое образование правой голени. Два года наблюдения и исследований показали, что у нас развилась лимфангиома. Как таковое лечение, только оперативное, но сказали, насколько вы сможете терпеть, пока не ухудшает качество жизни, терпите. И Вероника стала терпеть. Лимфангиомой называют заболевание, при котором образуется доброкачественная опухоль в лимфатической системе. Как правило, оно не представляет угрозы для жизни, но значительно ухудшает ее качество. Терпения и жизни на ежедневных обезболивающих хватило на два года. Сделали операцию, иссекли опухоль, но через 9 месяцев рецидив. И в связи с тем, что операбельное лечение не даст эффекта, так как у нас уже был и пошел рецидив, нам предложили принимать препарат Рапамон. И результат виден уже спустя два месяца. Девочка стала спать без анальгетиков, и опухоль визуально уменьшилась. Из-за того, что не могу ходить, из-за того, что постоянно по больницам езжу, я пропускаю очень много есть, неуспеваемость в этой школе. И из-за этого с репетиторами постоянно посещаю, хожу к ним. Иногда из-за того, что я сильно притруждаюсь, то я ночью просто не могу спать, мне ужасно больно. И поэтому я по ночам пью таблетки и как-то справляюсь. Цена вопроса – две пачки препарата по 52 тысячи рублей. И затем государство поможет получать его бесплатно. Кому-то эта сумма может показаться незначительной, но в данный момент семья находится в безвыходной ситуации. А деньги нужны всегда. Их тянут транспортные расходы, перелеты, диагностика, покупка обезболивающих, реабилитация и так далее. В 104 тысячи рублей оценивается здоровый сон и полноценная жизнь и будущее Вероники. На данный момент инвалидность Вероники установили препарат на оформление, но это будет длиться около двух месяцев. Я стараюсь всеми силами спасти свою дочь от этой болезни. К сожалению, на данный момент я столкнулась с проблемой, что самостоятельно я не смогу выкупить этот препарат. Личные запасы заканчиваются, прекращать прием нельзя. Хочешь ли ты что-то сказать своей маме? Да, я ее очень сильно люблю, и она меня постоянно поддерживает. И когда мне больно, она постоянно приходит, она мне помогает во всем. И я ее очень сильно люблю просто. Если бы не она, то не знаю, как бы я сейчас была. Помочь можно переводом средств по реквизитам, выведенным на экран. 100-200 рублей стоит пачка чая, рамка для фотографий, связка бананов или любая незначительная вещь в быту. Также эта сумма, отправленная вами, может помочь в прямом смысле слова встать на ноги девочке, у которой есть мечта посвятить свою жизнь танцам, а главное – быть здоровой. Делайте добро, и оно обязательно вернется к вам. Татьяна Степанцова, Радмир Загидулин, телекомпания «Салават».